от нее прям полиролью пороги крашеные посмотрите какие она крашеная вот здесь и посмотрите какие зазоры значит скорее всего менялась крыло потому что видите уже его шпаклевали закрашивали значит видимо что-то снизу делалось может быть удар по низу так ну что ребята всем привет вот такая вот обстановка в яндексе все в коэффициенте но опять же я говорю что коэффициент это не означает что что что-то а вот короче посмотрим что сегодня будет давать но он как бы не 5 0 коэффициент он 2 и 9 поэтому посидим посмотрим что она нам будет сегодня давать так ну что яндекс лавка по зеленке сколько можно ну а что можно было сделать пропустить да я решил взять тут рядом а потом наверно будем выставлять другой радиус какой-нибудь или что-то потому что видимо на каратыши теперь будет все время давать зеленку надо менять тактику погнали заберем так а забираем мы тампоны тампоны творог фору форель хлеб сыр помидоры и мороженое ну куда же безма без мороженого конечно же до мороженое да а заказал все это дэн дэнчик не надо выставлять какой-то другой радиус сейчас будет потому что ну нет ребята вот эту дичь нет нет вот сейчас парняга приезжал на старый задроченный девятки которая сгнила уже в хлам вот на таких машинах надо доставки возить они вот это вот по 100 рублей 3 господи 138 рублей представляете это ну дичь ребята просто дичь дичь о мы здесь так ну чё с учетом платного ожидания заказ мне закрылся на 157 рублей ну 157 рублей это еще куда не шло на 138 но я потому что я ждала что они во первых пока собирают пока туда им сюдым но извините пока яндекс будет давать такую дичь будет платное ожидание а что еще можно сделать а как еще но как литр бензина стоит 65 рублей в среднем о чем они хотят так что вот прямо здесь сейчас станем на линию посмотрим сейчас мне друг скинул ларгус продают просто охренительный 490 тысяч 14-й год блин где взять еще сколько мне еще надо сотен хотя бы в кредит что ли влезть 490 он хочет значит мне надо еще где-то около 120 130 тысяч может в кредит влезть тебе прямая дорога в дурдом то машину но очень хорошим состоянием сейчас даже ее покажу ребят нет о смотрите . просто огонь она прям вот ну прям придраться не к чему прям даже не вмятин ничего все родное все оригинальное прям вот ну 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 вот прям на персично но внутри да тоже смотрите эти целые не ломанные единственное меня смущает вот этот вот брелок тачка походу где-то было обычно когда такие брелки она либо в аренде было или чули гидравлический кондиционер климат есть цена только на пару дней потом уезжаю в отпуск виктор у нас здесь где-то нихрена си блин надо сходить посмотреть надо ему написать и глянуть может быть а может и нет а может пошел ты причем эта тачка где-то вот в этих дворах находится блин пойдемте сходим посмотрим пойдемте сейчас дорогу перейдем сходим посмотрим они она туда в самом конце далековато туда пешком идти но если будем там проезжать где-нибудь надо будет искать ее тачка такая приметная блин пятихат ну скид скинуть он наверно не скинет хотя бы 450 я бы сотку сверху бы и все бы и забрал были надо будет списаться с ним в общем я где-то тут у него примут установлена геолокация очень я предложил ему 450 450 сколько а если он согласится если он согласится то надо брать впрочем это уже совсем другая история то надо брать у меня как бы деньги есть может быть даже я посчитаю может быть даже без кредита я обойдусь но мне тогда придется отцу на памятник брать кредит потому что иначе никак я все соберу что у меня есть и мне этого должно по идее хватить чтобы взять эту плату его надо брать если он будет вот здесь он скажет 450 надо брать потому что тачка в очень хорошем состоянии я вот еще и в живую не глядел конечно понятно что ее надо посмотреть там все дела не сразу бежать брать но блин достойный вариант ну ты дебил потому что то что я вижу за эти деньги ну там конечно они подешевле стоят немножечко но там состояние конечно хуже чем это сейчас посмотрим если он 450 согласится значит надо идти смотреть и брать может быть а может и нет так ну чё он сказал 450 забирай блин а где бабки то брать надо короче мне сейчас ближайшее время что-то думать кредит я не знаю куда мне сейчас бежать на час посчитать все мои средства или средства как правильно и лежал он чувак на этом ладе x-ray сколько уже ездит он ее купил в момент когда они только появились блин сейчас посмотрим где можно посмотреть сходим посмотрим если действительно . огонь надо брать может быть а может и нет короче я ему написал он год когда вы хотите посмотреть это хоть час я вот тут рядом но я решил пока вот пройтись по дворам я примерно видел фотки где он выкладывал пойдемте пройдемся посмотрим может быть мы ее найдем просто для начала я хочу сам ее лично осмотреть на предмет окрасов и прочего если она действительно огонь значит я собираю все бабки которые у меня есть смотрю сколько мне не хватает и оттуда уже начинаю плясать но тачку надо брать потому что иначе если действительно она в состоянии в таком как на фото ее надо брать нет короче судя по фоткам где-то здесь но видите может его и нет может он уехал то я так сам лично по личной инициативе пошел сейчас посмотрим ну не найдем значит напишет когда я ему написал когда она прогуляемся а то все в тачке с ним он стоит какой-то ларгус но это по моему не тот этот с багажником а у того вроде нет багажник сейчас пройдемся посмотрим можете на нем смотрите как убогу смотрится синяя шкота с белой крышей как по мне ладно пойдемте посмотрим не это белый ларгус а там серебристый блин мы немножко не туда пошли нам надо было там обойти мы сейчас вернемся посмотрим если здесь нету мы вернемся тогда и обойдем нет здесь нету не с той стороны я пошел ладно сейчас посмотрим просто для начала надо вживую посмотреть потому что на фотографии это одно а в живую это другое но если он реально действительно как бы не бит не крашен ничего и все хорошо то почему бы нет но еще в любом случае надо посмотреть по технике там и так далее а что здесь такое интересное здание что-то пиликает там странно что это такое боли вот что за люди ёперный кебастус на хрен ты пишешь адрес когда оказывается улица зольная 11 улица зольная 11 на кого хрена я хожу здесь еще оказывается вообще не в этом месте зачем ты указываешь фоткает ее вот там и пишет зольная 11 зачем доля чего зачем ты указываешь адрес я и думал что здесь через дорогу сейчас надо глянуть где это зольная 11 доехать туда посмотреть может быть тут недалеко в принципе зольная 11 сейчас посмотрим так ну что он сказал подъезжай смотри вот поеду я на трамвае это четыре остановки нафиг я буду тачку гонять потому что ставить кнопку по делам нет смысла это всего будет четыре километра вот чтоб машину не гонять доедем трава и глянем ее посмотрим вот если типа . хорошая значит тогда будем думать ну думать нам всего сутки вот посмотрим короче говоря сейчас с ним все обсудим есть . хорошая если нет значит вам посмотрим погнали друзья ну а если вы хотите работать в доставке и ищите надежного партнера то рекомендую вам эксперт парк в 2024 году эксперт парк получил награду как крупнейший партнер яндекс доставка за последние три года а значит вы можете быть уверены в надежности легальности и безопасности сотрудничества комиссия парка всего 50 рублей в сутки автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы вы можете работать с парком как физическое лицо но если хотите снизить риски то подключайтесь парковым самозанятым курьером к уникальной программе эксперт 2.0 где комиссия внимание составляет всего лишь 40 рублей в сутки но если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж составляет три года вы можете работать в такси через парк подключаетесь по ссылке в описании работайте легально и зарабатывайте с эксперт парк так ну что машину я уже вижу отсюда где она сейчас будем смотреть о десятый регион и оперный и оперный сатый регион стекло битая тут вот крас резина бампер о не ребят она крашеная она крашеная и от нее прям пахнет полиролью от нее прям полиролью пахнет пороги крашеные не ребята она снизу вся ржавая не 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 какие 400 какие 500 тысяч стекло под замену сразу это сто процентов да и крыло по ходу крашеные не я сейчас пробил ее конечно зазоры смотрите какие она крашеная вот здесь и посмотрите какие зазоры значит скорее всего менялась крыло потому что видите уже его шпаклевали закрашивали вот здесь короче что-то билось потому что зазор видите какой кривой дверь вон куда уходит а зазор вон куда она по низу вся короче крашеная значит видимо что-то снизу делалось может быть удар по низу был или что я хз но нет это не тот автомобиль за который надо бежать брать кредит я видел за пятихатку машины в гораздо лучшем состоянии чем это и здесь снизу то же самое все пороги крашеные значит видим они ли гнилые были или ржавые лишь ой ой ё-моё оно снизу то смотрите там там шпакли там из шпакли все сделано порог то из шпакли значит она видимо что-то или получала или что-то с ней было там не не и все ржавое снизу как у моего ситроена не-не-не-не-не ребят я даже и заморачиваться не буду я ему напишу что я посмотрел и мне не нравится короче зря потраченного времени причем а он не дмитрий он оказывается виктор у него на хавита написано виктор не ну может конечно он действительно виктор я не знаю но блин нет но это нельзя такими но это видно что это перекупская это перекуп старовер старые темы когда на ржавые диски надевая черные колпаки и причем такие чтобы ржавые диски было не видно когда полируют колеса чернителем резины специально чтобы чтобы казалось что как бы все свежие подкрасы вот эти вот эти подкрасы понимаете хреновые такие с кисточки это потом вот одна зима и вся вот эта вот сети подкрасы которые там по порогам по всем они все вылезут и все это будет в рже что еще по технике если она снизу вся в таком состоянии в ржавом то извините она и по технике там наверняка что-нибудь с коробкой и так далее стекло лобовое треснуто замена стекла пятнарик как минимум ну и посчитайте какие 500 тысяч еще плюс он обманул с адресом не тот адрес назвал меня на машине сейчас там просто пекло в машине просто пекло тут прям аж аж все горячее поэтому не мало того что у меня надрался адресом зачем ты пишешь адрес есть у тебя машина по факту стоит в другом месте для чего ты это делаешь или он здесь где-то живет тут тогда не знаю нет . не еще главное я таких людей не понимаю зачем ты предлагаешь цену приезжаешь и говори что . дерьмо я не сказал что на дерьмо ну вот вы начали предъявлять претензии что тут ржавая тут а я как ты хочешь ты хочешь ты меня пришел дал тебе на руки 450 и забрал да я буду дурак что ли ягод тачка даже на 350 не тянет во-первых 14 год машине 10 лет вот даже моя шкода которого не все которая десятого года она в состоянии лучше чем этот ларбус да у меня здесь много там крашеных элементов но у него состояние лучше он даже под нищу лучше чем-то поэтому нет так давайте посмотрим чего у нас кэфы столько времени я потратил за зря так что там ой трактора тут как всегда 5 и 6 ладно встанем на линию посмотрим что дадут зеленку катать не хочется но посмотрим ладно так ну что ребята прилетал заказ я его отменил дыбенко 20 на проспект строителя что у нас дыбенко 20 это какие-то наверное суши на хрена но мне надо это вообще но это дичь это просто дичь поэтому я его отменил опять я спустил активность надо короче наверное сейчас посмотрю если следующий заказ снова упадет зеленка надо или включать весь город или ставить радиус 15 километров не 15 километров 7 где-то так и да новость осаго вроде как говорят сегодняшнего дня новость с пометкой молния отменили осаго при постановке на учет если действительно это так то где нибудь наверное в августе в сентябре когда уже не так будет жарко я поеду ставить запорожец на учет но для начала я схожу в гаи узнаю какие могут быть подоплеки и буду ставить запорожец на учет как то так надеюсь до суда то я доеду до нашего гаи и поставлю запорожец на учет порядочно я губу раскатал это только с 1 марта 25 года что мешает сейчас сделать ну ладно значит следующем году на учет поставим ночи делать просто мне нафиг это нужно страховка если она запорожца выезжаю раз в год я не дочь миллионера чтобы пятна рек отдать за страховку она мне надо нет я сделал радиус больше затронул я ладожский вокзал левый берег и по моему из андософийской чуть-чуть всего доходит то есть как бы получается я не знаю пересекает он вот сортировочный мост или нет короче посмотрим что в этом режиме будет если будет такая же дичь то тогда нет смысла делать радиус больше надо включать весь город ну посмотрим ладно хотя бы по крайней мере у меня уже в круг входит лента в круг входит лондон мол до ладожского вокзала то есть я могу даже в ту сторону до новочерки ехать туда ехать сюда ехать глядишь может быть мультик какой-нибудь час прилетит обычно мультики с кэфом дают потому что я посмотрел но этот мой радиус 3 километра это ни о чем это считаете вот это вот кольцо круг естественно здесь будет одна дичь приходите в виде зеленки так что посидим подождем посмотрим но и есть минус в этом радиусе мурманское шоссе затрагивает ну как бы как бы как бы как бы но кусок я не знаю там есть какие-то эти главное чтоб туда чуть не прилетела нафиг а получается если ты сдвинешь в ту сторону то тогда это будет ближе в купчино и не знаешь даже что лучше там обычно пробки все время ладно пока такой радиус поставим вернее уже поставили подождем а там посмотрим не еще сегодня бы надо не мешало бы парикмахерского сходить у меня опять на голове черти что и вот я говорил уже коротко плохо длинно плохо и как как это он здесь у меня все время торчит никак не это не знаю надо что-то придумать ладно пока сидим ждем там посмотрим что-то короче чувствую я что я сейчас пойду на хрен в парикмахерскую что-то как-то не пошла сегодня работа не пошла я поставил радиус больше но сейчас переписываюсь в чате и парни пишут тоже в моем районе стоят говорят у него вообще стоит весь город ему ничего не дает сейчас мальца подожду если ничего не даст пойду домой тогда нахрен парикмахерскую схожу тудым сюдым прогуляюсь младшего смысл дичи ту катать не хочу посмотрим короче да и этот вместе не все планы попортил полдня пока я но все равно же это тратится время пока ты сел в трамвай пока ты доехал пока потратил время еще такой хам наглый наглый хам то есть ты продавец ты должен продавать ты должен быть вежливым ты должен все сделать для того чтобы у тебя чек купил тем более такое корыто ты наоборот должен ему там я не знаю ковер постелите чаю налить и сказать брат машина такой идеальный что ты просто когда купишь ты будешь как на ковре самолете летать понимаешь вот это все заказы будут твои понимаешь только тебе будут заказы давать ты будешь подъезжать на заказ тебе будет красной ковровой дорожкой что что все это а он берет просто так и ракса все типа пошел ты пошел значит иди и ты тоже туда же иди вот и все ладно посидим немножко не значит все пойдем домой парикмахер так ну что нам прилетел заказ даже с этим радиусом и все равно падла зеленка просто зеленка но я взял потому что точка 5 корпус 1 на октябрьскую 44 но все равно зелень просто зелень дичь какая-то просто дичь приноси дяденька такой на гольфе без поворотников так вырезал меня очень интересно он будет поворачивать или он прямо поедет включит он ой включит он а он прямо поедет так но теперь начинается самое интересное то место где они поставили точку это возле парадной или же нет сейчас проверю я был прав с этой стороны нет никаких парадных ай блин я сейчас поставлю что я на месте и все и пойду пускай капает ожидание или чё там не это не волнует ребята не волнует вот тут еще что-то красят давайте вот так вот встанем и пойдем забирать ну что классика жанра я уже понял да я иду искать вашу парадную да я вот во двор зашел сейчас я найду чего нет ну сейчас я наверно найду уж как-нибудь я уж не думаю что прям таким вот я сейчас прохожу 9 9 подъезд булочная винный супермаркет ага 9 вот получается вам нужно идти дальше на противоположную сторону а и направо да 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 хорошо хорошо хрена себе блин точка вообще не здесь стоит ну она правда что хоть сказала об этом я говорит сейчас спущусь значит это где-то вот там что ли получается ну по логике если там 9 подъезд нет или я что-то путаю ладно сейчас найдем ну ладно хоть позвонила и то хорошо а закрыть я не смогу заказ в любом случае мне надо обратно вернуться так что будет платное ожидание ну ладно ключи вернее ключ все ну ладно сейчас идем там вот к тачке и там включимся потому что у меня иначе не проставится кнопочка слушайте-ка а не так то все и плохо это 185 рублей если мы там сможем платного ожидания немножко сделать то 200 рублей будет ну ладно это еще куда не шло ну вообще на самом деле ребята дичь такая поверните направо и поверните налево ну ну а налево она имеет ввиду туда что поворачку а ну сюда то можно я сюда и собирался едет впереди дит на киа киа это такая я не знаю как она называется короче не соу а вот рио x-line по моему она называется ну вот это короче еле тащится там уже все давно проехали он прям вот ну а там уже светофор же он всего 20-30 секунд горит я говорю ну давай ты быстрее а у меня представляете окно открывает и факт мне показывает вот научились твою мать показывать свои средние пальцы я один раз помню мы с папой ехали и нам тоже один дед короче факт показал а папа дверь окно открыл и говорит ты хоть сам то понял что ты показал а он сидит и вот продолжает этот палец показывать и он мне такой типа мол это вообще охренеть просто люди какие-то конченые какие шикарные виды вон у второй подъезд чего на как вы не сможете тут найти я все могу найти мы курьеры профессионалы в своем районе имеется ввиду я не говорю за весь город а то сейчас хейтеры налетят я по своему району говорю так что все сейчас ключики отдадим блин вот я пришел а я не могу понять какая квартира тут номеров нет блин 47 48 получается или как а здесь уже 440 начинаются терки квартиры неправильно указано она говорит а у нас нет номеров квартир а как это нет интересно у нас нет номеров квартир как это интересно ты не знаешь какая у тебя квартира или что дичь какая 200 рублей ровно ну вот это нормально 200 рублей еще куда пойдет короче тема такая оказывается номера квартиры указаны неправильно и короче она еще говорит про то что я не знаю какой у меня номер квартиры а как это так интересно ты живешь не знаешь какая у тебя квартира дурдом красотища какая но страшно все таки вот раньше я не боялся высоты а сейчас прямо очень боюсь смотрите как люди лакшери живут на улице прямо диваны выкидывают я на таком сплюблено они на улицу выкидывают ну вернее сидят здесь короче тяжелая неказиста жизнь курьера-благеристов бляха на голове как сено короче чё кэфов нет погнал я домой сейчас до дому доеду если кэф не появится я пойду в парикмайкерскую заработали мы сегодня страшно даже сказать сколько 356 рублей сколько 36 356 рублей это просто дичь ну и считайте сколько у меня пробег 10 километров 356 рублей ладно все погнали о смотрите помните я вам показывала дружку рекламу вон она девочка ходит меня прикиньте здесь еще вообще причем она сидит и сама над собой горает ну для тех кто не понял что это за костюм это костюм ну я думаю нужно это сказать голосом Елены Малышевой дорогие друзья это костюм женской матки да поняли да помните мое видео барашка безголовая вот это костюм не барашки совсем не барашки вон девочки и и и и Продолжение следует...